Я не ел мяса целых 9 лет. Из них почти 5 лет я был на строгом веганстве и полгода на сыроедении. И в этом видео я расскажу, как 2 месяца я питался только продуктами животного происхождения. Хей-хей-хей, всем здорова, с вами Алекс Цага, добро пожаловать на мой канал. Здесь я делюсь опытом о том, как заставить работать свое бренное тело и не менее бренный мозг на максимум, а также быть здоровым, иметь большое количество энергии и ясно мыслить. И в этом видео я хочу рассказать о своем опыте корневор-диеты, или как ее еще называют, диеты-хищника. Я очень крепко убежден, что от того, что мы едим, очень сильно зависит, как мы мыслим, наше настроение, наш уровень энергии. По-любому все знают фразу, вот эту банальную фразу, мы то, что мы едим. Я в этом 100% убежден. Сейчас существует огромное количество различных диет, это то же самое веганство, кето, сыроедение. Их огромное количество, и вот за время изучения темы питания, нутрициологии, я глубоко убедился в одной простой истине. Несмотря на то, что мы вроде как с вами все хомо-сапиенсы, у нас по одному желудку, у нас вроде по одной печени, по две почки, есть кишечник, но мы все разные, и нет диеты, которая подходит абсолютно всем и идеально для каждого человека. Именно это и заставляет меня экспериментировать и пробовать разные подходы, разные диеты, и смотреть, что работает именно у меня. И как я уже сказал, я почти 5 лет был на веганстве, из них полгода на сыроедении, у меня было кето периодами. И вот, пожалуй, из таких трендовых и новомодных диет остался только корневор. К нему я постепенно зрел, потому что я был убежденный веган, я не был фанатичным, я никому не навязывал, но я верил, что животная пища действительно не может быть полезной, и поэтому нужно было действительно время, чтобы из этих догм как-то выйти и созреть для чего-то нового. Вкратце про корневор-диету. Корневор-диет – это диета хищника, как ее еще называют, это по сути тот тип питания, как питались наши предки, первобытные люди. То есть это питание только продуктами животного происхождения, это мясо, рыба, яйца. Кто-то использует еще и молочку, но я против молочки, у меня непереносимость ее, и в принципе я не считаю, что взрослому человеку этот продукт может быть полезен. Но тем не менее кто-то употребляет. Впервые про корневор-диету я узнал, наверное, лет 5 назад, я посмотрел видео известного канадского психолога Джордана Питерсона, он был на подкасте у Джо Рогана, и там он рассказал, что он ест уже, я не помню, сколько на тот момент он ел, короче, он питался только стейками, говяжьими и ничего более. На первый взгляд мне показалось это диким, но то, что он рассказывал, меня очень заинтересовало. Во-первых, он сильно похудел, но меня этот момент также не очень интересует по понятным причинам. Он рассказал, что он долгое время сидел на антидепрессантах, потому что у него была депрессия, тревога. Благодаря вот этой диете он полностью слез с этих таблеток. Он также отметил, что он стал соображать гораздо более яснее, у него пропали там какие-то проблемы с глазами и другие болячки. И вот этот момент меня, конечно, очень зацепил, особенно про эмоциональное состояние, потому что я убежден, что от питания очень зависит то, как мы себя чувствуем эмоционально, наше настроение. Недаром на голодании, которого я фанат, я себя чувствую очень хорошо, это говорит о том, что пища сильно влияет. И это действительно факт, потому что 90% серотонина производится именно в кишечнике. И от состава микробиоты зависит то, насколько мы вообще жизнерадостны. Об этом и говорит Джордан Питерсон. К этой диете он тоже пришел не от балды. Его дочка Микейла Питерсон, она является одним из таких главных популяризаторов корневор-диеты. Она страдала с детства аутоиммунным артритом. У нее были большие проблемы с суставами, у нее несколько есть замененных суставов. В общем, она дико страдала. У нее также были вот эти проявления депрессии, тревоги. Видимо, у них это какая-то родовая тема. И она даже, чтобы разобраться, что с ней происходит, пошла в медицинский колледж, учиться на биолога, если не ошибаюсь. И она начала изучать вообще тему питания, нутрициологии. И она начала экспериментировать с продуктами и применять так называемую исключительную диету или elimination diet. Там идея такая, что большинство продуктов, а мы питаемся вообще всем подряд, за один прием пищи у нас какая-то там мешанина. И большинство продуктов могут вызывать определенные типа аллергии или пищевой непереносимости и вызывать аутоиммунный ответ организма. И вот она начала экспериментировать. Она сначала убрала глютен, ей стало на 50% лучше, потом еще что-то убрала, еще лучше. Потом что-то возвращала, ее опять накрывала на 3 недели, еще на более срок. В итоге она пришла к тому, что она оставила только мясо и зелень. В конце концов, она вообще оставила только мясо, только говядину. И она утверждает, что вообще все ее симптомы пропали и артрита, и депрессии, и тревожности. И меня это все, конечно, дико заинтересовало. Но на тот момент, 5 лет назад, я не был готов питаться только мясом. Я был тогда, наверное, года 2 на веганстве, и вот эти вот убеждения у меня были еще сильны. То есть, по сути, карнивор является такой монодиетой и радикальным вариантом кетодиеты. Вообще, в принципе, любая монодиета, она хороша, потому что ты исключаешь широкий список продуктов и сужаешь все до нескольких продуктов, и ты можешь понять, какая реакция твоего организма. Плюс я также, как фанат голодания, искал диеты, чтобы сохранять вот такой же уровень энергии и ментальной ясности. Отчасти моя гипотеза то, что на голодании мозг работает на собственных жирах, на кетонах, и это более, так скажем, лучший источник топлива. Вообще, кетодиета изначально – это диета для эпилептиков, и считается, что мозговая деятельность на кето, когда ты в кетозе, происходит лучше, так как мозг больше любит кетоны, чем глюкозу. Вот, и через 5 лет, кстати, у Джордана Питерсона вышло видео о карнивор-диете, как итог вот этого срока. За это время уже гораздо карнивор-диета была более изучена, потому что на тот момент все думали, что это какая-то дичь. В интернете появилось очень много отзывов, очень много комментов, как люди избавились от каких-то аутоиммунных заболеваний, от проблем с кишечником, с пищеварением и других разных проблем, депрессией. Я, конечно, как человек, который со всем этим гонится, за состояниями вот этого ресурса, продуктивности, энергии ясности, я, конечно, всем этим был заинтересован. И вот где-то, наверное, последние полгода я смотрел много карнивор-видосов, различных блогеров, в основном англоязычных, я, так сказать, зрел, я собирал информацию. Ну, я вообще такой человек, я всегда вот что-то изучаю, что-то планирую вначале, зрею, вынашиваю и только потом пробую. Это видео не про веганство, но веганство не оправдало свои ожидания. Да, на веганстве есть определенные плюсы, но с веганства я еще сошел где-то в 2020 году, да, как помню, тогда был ковид. После веганства в последние три года я добавил рыбу, яйца, вот на таком питании я был вот где-то вот в последнее время. Но мясо я все так же не ел. Да, сразу скажу, что на веганстве я был из соображений здоровья, я именно рассматривал это как инструмент для повышения самочувствия и уровня энергии. Этический момент, конечно же, тоже был для меня важен, но я считаю, что этический момент, он заключается в другом. Я уже много лет, например, помогаю приютам, иногда подбираю животных, и мне кажется, это гораздо более, так сказать, эффективно в этом плане, чем там не покупать уже какую-то тушу, которая и так уже убита. Ну да ладно, не в этом суть. Последний мой этап, это было полгода сыроедения. Я тогда подумал, ну если сыроедение не поможет, то, наверное, тогда все. А я напомню, что причины, по которым вообще я экспериментирую с диетами, это, во-первых, мои проблемы с пищеварением. Пищеварение прямую завязано с уровнем энергии, с настроением. И, в общем, вот в этом как раз в плане веганство не оправдало себя. Плюс к тому у меня пищеварение, вот как я сейчас понимаю, стало хуже, потому что я ел очень много овощей, очень много клетчатки. А я буквально только недавно узнал, что если есть проблемы с кишечником, синдром раздраженного кишечника, то клетчатка, она в принципе вредит. Она только еще больше раздражает кишечник, она царапает буквально стенки, которые и так воспалены. И вот прикиньте, я этого не знал. И вот это, опять же, про вот эти догмы правильного питания. Вот там, знаете, есть какая-нибудь концепция, и там все говорят, все должны есть клетчатку, или все должны есть мясо, или там все обязательно должны есть жиры, углеводы, зло. То есть нет никакой правильной концепции. Все очень индивидуально. Вы смотрите на себя, на состояние своего организма, на состояние генетики, и только так подбираете питание, слушая свой организм, смотря реакцию. Ну так вот, в общем, я созрел корневор диете, и была надежда, насколько оно позволит мне сохранять ментальную ясность, такую, как на голодании. Потому что, как я уже сказал, что в этой кето-теории что-то есть. Например, вот не так давно у меня был опыт, я питался только жирами, маслами. Это было жидкое такое масляное голодание, об этом есть видео. И на нем я себя, наверное, чувствовал процентов на 50-40 от того вот голодательного состояния, на котором я себя чувствую очень круто. И пришел момент попробовать корневор. Итак, как я уже сказал, что полгода я только зрел. Еще проблема заключалась в том, что большинство корневоров рекомендуют питаться именно стейками, именно говядиной, потому что она наиболее сбалансирована и полезна по нутриентам, и наименее зосрана там всякими вот этими кормами и всяким говном, который часто пичкает и кормит животных, как, например, курицу. Потому что у коровы достаточно сложная пищеварительная система, и она более-менее может вот это вот некачественное сырье, так сказать, перерабатывать. А фишка заключалась в том, что я никогда не любил говядину. Я когда ел все, я любил свинину, любил курицу. Но говядину я, наверное, только мог есть в бургере под огромным слоем различных соусов, кетчупов. В общем, говядина мне никогда не заходила, у меня также был, наверное, травматичный опыт, экспириенс. В детстве я вообще мало ел, и у моей мамы и моей бабушки была фикс идея, что мне надо кормить мясом. Я ни хрена не ем мясо, и они кормили меня очень невкусной, вареной такой мерзкой говядиной. В общем, это было для меня очень травматично. Прежде чем зайти на эту диету, нужно было как-то подружиться с говядиной. И у нас был такой целый подготовительный этап. Вот с девушкой мы пробовали две недели. Мы ходили по стейк-хаусам, пробовали разные виды вообще стейков. Я никогда не был в стейк-хаусах, не ел эти стейки. И я не могу сказать, что я их полюбил. Да, это было съедобно. Например, мне понравился тендерлоин. Мы пробовали разные стейк-хаусы, разные виды мяса. Больше всего мне, наверное, понравились просто котлеты, которые суют в бургер. Короче, мой мозг в принципе словил, что это можно есть, да, без особого такого удовольствия. И я начал. Как обычно, перед заходом на что-то новое, на какую-то новую диету, я делаю голодание. Такой ресет организма. Я поголодал на сухую 36 часов и начал свой корневор. В первые дни я питался в основном рыбой и морепродуктами, потому что я люблю их. Они вкусные. Я ел семгу в основном. Это моя любимая рыба, жирненькая. Что еще я там ел? Я ел осьминога. Сразу скажу, что первая ошибка, которую я допустил на вот этом вот своем заходе на корневорм, у меня не было подготовительной базы в плане кухни. То есть мы на тот момент жили в Тбилиси, и мы были в путешествии, можно сказать, и мы питались по кафешкам. Иногда удавалось готовить дома. И это создавало сложности, потому что, например, в ресторанах, как они делают, они там все пережаривают. Не готовят на хрен пойми каком масле. И это все невкусно. И я вообще от жареного себя плохо чувствую, становлюсь раздражительным. Также по теории корневор, вот интересно, как вот много вот этих всех теорий, как они друг другу противоречат. Считается, что в овощах, в зелени содержится большое количество так называемых антинутриентов. И антинутриенты это такие вот внутренние яды, которые помогают растениям спасаться. То есть, грубо говоря, если зверь какой-то в дикой природе, он может убежать, то растение не может убежать. И растения содержат в себе такие яды, такие как оксалаты, фитины, лектины, которые содержатся также в бобовых орехах. То есть, это некий механизм протекции. И вот по теории корневор считается, что вот эти вещества не вызывают аутоиммунный ответ, воспаляют кишечник, мешая заживляться каким-то проблемам. То есть, многие используют корневор как метод восстановления кишечника. Кстати говоря, вот многие протоколы, такие как FODMAP, например, они также исключают большинство овощей, большинство бобовых, круп и так далее. То есть, в этом есть смысл. И еще до захода корневора, исключив клетчатку, исключив сырые овощи, я оставил там чуть-чуть приготовленных изредка, я уже заметил существенные улучшения в работе моего кишечника. Ну, плюс еще, естественно, длительное голодание. Вот, и я питался преимуществом морепродуктами, потом я добавил яйца, на которые, кстати, у меня, походу, аллергия, непереносимость, судя по тестам. Но чувствую я себя вроде нормально после них. И главная, первая проблема, с которой я столкнулся, это однообразие. То есть, еда реально однообразная и не такая вкусная, потому что нельзя добавлять соус. То есть, я только солил, иногда перчил. Это не так вкусно, как я раньше съедал с кетчупом. Конечно, с кетчупом можно хоть свой тапок съесть. И постепенно психика начинает напрягаться, потому что я убежден, что залог нахождения на любом типе питания, он заключается в том, чтобы тебе было вкусно. Если тебе не вкусно, если ты давишься, типа вот это полезно, буду есть, то ты по-любому сорвешься. Да, и через две недели произошел мой первый срыв. Причем он был такой дикий. Я сорвался на простые, можно сказать, углеводы. И на неделю я был вот просто в зажоре. Питался просто каким-то говном углеводным, который я в принципе в обычной жизни не ем. Сахар я не ем. То есть, вот настолько психика перегрузилась. Настолько и не хватало вот этого сладкого вкуса. В общем, недельку я так передохнул и сделал еще одну попытку. На этот раз я оставил в своем рационе протеин и напиток из фундучного молока, который я слащу с тевией. По моим ощущениям, он отлично сохраняет состояние, он не выбивает из кетозы. Я целый месяц просидел на таком питании. Это было тоже круто. Ссылка в описании. И просто, чтобы у психики был вот этот вот сладкий вкус, потому что ну реально так просто ебнешься питаться одним мясом. Итак, что я ел? Как я уже сказал, что вначале мой рацион состоял из рыбы, морепродуктов. Потом я добавлял курицу. По моим ощущениям, курица она вкусная, но для ЖКТ она не очень заходит, потому что надо искать хорошую курицу. И я первое время от курицы замечал, что я начинал буквально вонять. Также у меня появился какой-то, извиняюсь, пердеж. Вот, кстати, в чем был плюс веганства, что на веганстве я вообще практически не пах и не пукал. И вообще, чем легче лайтовое питание, тем меньше запаха. Например, на голодене вообще запаха нет. А тут я начал вот так вот попахивать, так сказать. Но постепенно это прошло, произошла адаптация. Но я заметил, что курица, она еще и в желудке достаточно долго так остается, тусит. Потом я ел стейки. Иногда их готовил. Я все пытался полюбить стейки. И иногда все-таки получалось вкусно. Но я все-таки понял, что говядина, это, наверное, не совсем моя тема. Мне не нравится вот ее характерный вкус. Котлеты более-менее заходят. Но и то не все, не из каждой части. И, наверное, мне больше всего нравится тендерлойн. Потому что он похож на свинину. Но, опять же, не каждый тендерлойн мне был вкусен. Я не ел свинину. И вообще считаю, что свинина это не такое полезное и чистое мясо. Недаром во многих религиях свинина табуирована. Не просто так, перед и во время айвазка диете свинина строжайше запрещена. То есть это тяжелое мясо. Свинина в прямом смысле питается говном. Да, это не метафора. Она действительно вот ест всякие какие-то помои, отходы. И это все откладывается в тканях, в жире. Многие корневоры любят бекончик. Там много омега-6, которые вызывают воспаление. В общем, свинина, на мой взгляд, not good. Может быть, это тоже какие-то предрассудки. Но я не ел свинину. То есть в основном это была рыба и курица в моем рационе. Очень редко яйца, потому что, мне кажется, у меня на них аллергия. В общем, вот так вот однообразненько. Еще хочу сказать, почему важно именно, чтобы у вас была своя кухня. Я готовил в основном в духовке. И мы часто переезжали. Например, на одной квартире у меня не было духовки. В принципе, я считаю духовку самым таким оптимальным методом приготовления по соотношению вкуса и полезности. Потому что вот мы питались в ресторанах, там все жарят. Там используют вот это дешевое бечевское какое-то оливковое масло. Еще часто жарят на гриле. И оставляют вот такие вот, называются grill marks. Вот эти черные полосочки. Это вообще продукты гликации. Они вредные. Мне от них просто херово сразу. Они не выводятся из организма. Поэтому нужно обязательно запасаться кухней, духовкой. Если жарить, то дома используя нормальное масло. Например, масло авокадо. Обязательно, конечно, закупать качественную еду. Если это лосось, то это дикий лосось. Но его вообще хрен найдешь, как выясняется. Потому что этот фермерский, покрашенный, как говорят, вообще чуть ли не самая вредная еда. Говядина тоже травяного от корма. Тоже надо искать. Курица, опять же, без антибиотиков. Потому что вот эта курица магазинная, ну, это полнейшая херня. Я сразу замечаю. И я это слышал у других корневоров, что сразу начинаешь просто вонять, пердеть. Расскажу о плюсах на корневор-диете, которые я отметил. Первый плюс, что в целом я могу сказать, что состояние лучше. Больше энергии. Лучше соображает башка. Например, я заметил улучшение в памяти. Мы были в путешествии. Недавно, месяц назад, мы ездили во Францию. И мы переезжали. У нас там были разные коды от доверий. И я заметил, что я запоминаю вообще эти коды с первого раза. Вот я просто помню. Мне не нужно смотреть. Там на Airbnb мы снимали. Какие там цифры. Я их запоминаю. В принципе, энергия более такая стабильная. Ну, это потому что китоз. Многие могут сказать, да нет, ты просто не жрал мясо. Вот ты веганил. Вот тебе поэтому стало лучше. Но я скажу, что это ни хрена не так. Потому что раньше я питался традиционно. И есть только мясо. И есть мясо, например, с углеводами. И еще чем-то. Это две большие разницы. Во-первых, по состоянию я это чувствую. Во-вторых, если ты ешь углеводы с белком, то это требует больших пищеварительных ресурсов. Вот разных пищеварительных соков. И процесс вообще переваривания будет происходить дольше и сложнее. Да и в принципе, в целом. Смотрите, вот возьмем бургер. Что там содержится? Там булка, какой-нибудь соус. Хер пойми с чего. С сахаром. Еще овощи. И что-то там еще, да. И вы просто котлету съели. Но это две большие разницы. Съешь ты котлету или съешь ты бургер. Они перевариваются гораздо по-разному. И ощущения будут другие. То есть я могу сказать, так как я был, ну как и все на традиционном питании, то корневор это не то же самое. Моя цель вообще была найти диету, которая вот будет, так сказать, имитировать вот эти голодательные состояния, ясности, хорошего настроения. А сейчас, к сожалению, я, наверное, прихожу к тому, что это, наверное, невозможно, что еда в любом случае, наверное, будет отягощать, заземлять. Но, наверное, на корневор процентов 20 вот от этого голодательного состояния было. Ну, уже лучше, чем как на обычном питании. Хоть что-то. Я, в принципе, заметил небольшие улучшения настроения, ясности, энергии и так далее. Еще, кстати, интересный момент по поводу энергии, что вот когда я был на веганстве, я вот думал, что мясо, оно такое тяжелое, вот от него постоянно вот хочется поспать, там сразу поешь, полежать. Но вот когда ты мешаешь, да, вот еду, то действительно так. Но на корневор вообще было все идеально в этом плане. Я поел, я функционален. И это было круто и удивительно. И вот, допустим, говядина, красное мясо, которое я считал очень тяжелым мясом, она вообще очень легко заходила, переваривалась. Даже если я ел в 9 вечера, и живот такой плоский. Второй плюс, который я заметил, начал дышать лучше нос. То есть у меня хронический гайморит, ринит. После голодания это ушло на большую часть. То есть тем не менее, все равно, вот я заметил, особенно поешь какие-нибудь углеводы, крупы, и нос прям забивает. Вот на корневоре дыхание становится более чисто, меньше вот там вот отхаркиваешься с утра. Это радует. Третий плюс, и очень такой удивительный и ясный. Следующий плюс тоже такой ощутимый. Я ни разу не переел на корневор-диете. И это очень круто, потому что я иногда этим грешу. Просто на корневор-диете, в принципе, невозможно переесть, потому что животная пища, она, если она еще и содержит жир, а жир обязательно нужно добавлять, иначе будешь голодать, и не будет энергии, не будет кетонов. В общем, эта пища плотная, она очень сытная. И она не такая вкусная, как я сказал. То есть я часто переедал, когда вот что-то прям вкусное такое, и ты просто вот жрешь, и не можешь остановиться. А тут это невозможно. Ну, потому что вот так вот, на четверочку, не супер вкусно. И вот у меня никогда не было такого, что вот я как на веганстве что-нибудь вкусного налопаюсь, там овощей, и у меня такой, знаете, живот как будто третий месяц беременности. А тут такого ни разу не было. Живот всегда плоский, и, соответственно, не было вот этих вот спадов энергии после переедания. Это мне очень нравилось. Теперь поговорим о минусах. Первый минус – это диарея, а потом запор в начале перехода. К этому я был готов, я был, так сказать, вооружен, потому что смотрел многих корневоров, и они рассказывали, что это частый симптом перехода. То есть это объясняется тем, что организм еще не адаптирован, что много может быть жира, выделяется много желчи, и происходит такая диарея. Это постепенно проходит само собой, фиксится это тем, что уменьшаешь количество жиров, либо, наоборот, помогаешь еще своему организму, например, употребляя желчь в виде БАДов, я употреблял желчь медведя, особенно если вы были там веганом, таких, кстати, историй много, у вас очень низкая кислотность, вам нужно принимать яблочный уксус, что я и делал, бетаин, в принципе, я их и так употреблял последние три года, и постепенно это проходит. Вот диарея где-то была у меня две недели, потом был запор, ну и постепенно организм как-то пришел в равновесие, но стул все равно, конечно, не частый, оно дело понятно, потому что нет клетчатки, но для моих проблем с кишечником, когда я пять лет просто страдал диареей, до того, как поголодал, хронической причем диареей, для меня лучше пусть все будет твердо и редко, чем вот часто и вот так. Второй негативный эффект, который я заметил, это появился запах, то есть все знают фразу, мы то, что мы едим, вот я действительно питаюсь вот этими животными, сам стал пахнуть как скот, особенно это, как я уже говорил, проявлялось после некачественной курицы, вот, от меня буквально начало вонять, как от скотина, я просто сам это чувствовал, но постепенно это так же ушло, организм как-то адаптировался, моя девушка всегда мне говорила, что ей нравится мой натуральный запах. Третий минус – это психологическое напряжение и срывы, да, как я уже сказал, что мне лично вот не очень вкусно так питаться, то есть на четверку съедобно, короче, есть можно, но это формирует постепенно напряжение и время от времени хочется прям вот что-то прям вообще другое, съесть углеводов каких-то. И вот у меня, получается, за эти два месяца было несколько таких срывов, но я их перестал называть срывами, то есть важно именно к этому правильно относиться. Я называл это как разгрузки или читмилы, то есть я делал такой вот выходной, чтобы потом вот избежать разгулов на неделю, как у меня было в самый первый раз. И вот это были такие разгрузки 2-3 дня на углеводы, я там даже и сладкое ел. Это я считаю, что залог длительного нахождения на диете, на любом типе питания, потому что, опять же, у меня есть цель, мотивация, я знаю, для чего это делаю, но многие корневоры говорят, что нужно продержаться хотя бы полгода для лечебного эффекта, потому что я корневор рассматриваю именно как лечебная диета, для заживления кишечника, для улучшения работы своей психики, мозга и так далее. Но я действительно вижу определенные плюсы такого типа питания. И вот следующий как раз минус проистекает из этого минуса, то есть не очень вкусно, да, как я сказал. То есть либо надо тут экспериментировать, добавлять какие-то соусы, я не знаю, ну соус это уже будет, что там томатное тоже будет овощное, в них добавляют всякую хрень. Теперь перейдем к нейтральным пунктам, на которые можно посмотреть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Я заметил, что на корневоре мне стало жарко, то есть температура тела реально увеличилась. Такой вот интересный эффект терморегуляции. И как я уже сказал, я последние три года ел рыбу, яйца, но такого эффекта я не наблюдал, видимо, потому что рыбы это все-таки хладнокровные существа, а животные относятся к теплокровным. И почему на это можно посмотреть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ну вот, например, когда я начал корневорить, мы были в Грузии, в Тбилиси, это был конец августа, и было достаточно жарко, но на корневоре мой градус еще более усилился. Я спал под максимальным кондеем, и мне все равно было жарко. То есть, соответственно, если вы живете в холодном климате, например, или зима сейчас, то это будет плюсом. Но, естественно, в жару, или вы где-то в Азии живете, или лето сейчас, это будет минусом, очевидно. Следующий пункт – это либидо. Стоит признать, что на веганстве у меня подупала либидо, причем так значительно. И этому есть логическое объяснение, потому что половые гормоны, тестостерон, они все производятся из холестерина, для этого нужны животные жиры. И с этим сталкивался не только я, я тоже общался с людьми, которые были на веганстве, или сейчас на веганстве. За эти два месяца, это, в принципе, маленький срок, я увидел совсем незначительное увеличение либидо. Но вот у меня есть, например, друзья, которые были 8 лет сыроедами, очень хорошие ребята, нутрициологи. И вот он мне рассказывал, что вот эта либидо, она восстанавливается где-то полгода минимум. То есть, по сути, на веганстве, вот эта половая функция, она несколько отключается. Это будет плюсом, повышенная либидо, если у тебя есть партнер, это внесет страсть, гармонию, если, конечно, ваш партнер совпадает с вами по сексуальной конституции. Но будет минусом, если у вас нету партнера, потому что это чревато в чрезмерном рукоблуде. У меня есть друзья, знакомые, которые специально даже становились веганами, чтобы понизить свое либидо, чтобы, так сказать, усмирить свое внутреннее животное, которое хочет спариваться со всеми подряд. Так что, опять же, можете использовать как инструмент. На корневоре я был в достаточно глубоком кетозе. У меня есть прибор, который меряет кетоны по крови. Это, кстати, гораздо точнее, чем полоски для мочи, которые вообще не информативны. Интересно, что кетоз у меня был достаточно сильный, в отличие, например, от кето-диеты. Хотя, казалось бы, на кето-диете я не ел никаких углеводов, вот кроме овощей, которые, по идее, технически не должны выбивать из кетоза. На корневоре, когда вообще нет углеводов, даже овощей, у которых просто там нулевой гликемический индекс за счет клетчатки. На самом деле, психологически на корневоре сидеть было тяжелее всего. Из всех диет, которые я пробовал, даже сыроедение, оно давалось гораздо легче. То есть, представьте, вы каждый день едите только белок, очень однообразно. И в прямом смысле, вот где-то на вторую неделю меня реально начало тошнить. Я слышал, что раньше была какая-то пытка. Человека пытали, кормя его только мясом, целый месяц, и он умирал. Но мне кажется, что это какая-то херня, это миф, потому что это очень экономически невыгодно, проще там отрезать какой-нибудь палец. Но не суть. Факт в том, что питаться одним мясом это реально тяжело. У меня действительно прям вызывались вот эти рвотные рефлексы, даже от мысли, что сейчас опять надо есть какой-то белок. Поэтому приходилось постоянно чередовать продукты. То есть, психологически очень тяжело. Я не знаю, как люди там, кто-то сидит там по два года, по пять лет на корневор. Например, тоже сыроедение, но гораздо разнообразнее. Но надо признать, что я пробовал и то, и то, и корневор по моему самочувствию выглядит гораздо перспективнее. Хотя в сыроедении тоже, безусловно, есть плюсы. Я считаю, что сыроедение это тоже своего рода лечебная диета, если его правильно проводить, с грамотным рационом. И уж точно гораздо эффективнее, чем просто какое-то веганство с фалафелями, картошкой фри, рисом и прочим ковнецом. Дальше, сон. Что касается сна, я прям каких-то улучшений глобальных не заметил. Моё главное убеждение по поводу сна, это в принципе есть не поздно, то есть максимум там в 5-6. Вот это действительно меняет игру в плане сна. Вообще, в принципе, белок съеденный после 7, он перегружает почку. Вообще, в принципе, белок после 7 часов съеденный, он нагружает организм, потому что, как ни крути белок, это тяжёлое достаточно соединение для переваривания. Он распадается на аммиак и так далее. И это всё мешает детоксу, который происходит ночью. Итак, подытожим. Корневор – это диета хищника. Питаясь таким образом почти 2 месяца, я действительно заметил плюсы в виде улучшения самочувствия, уровня энергии, ясности сознания. Не прям такого значительного, но они есть. Улучшение работы пищи, варенья, за счёт исключения клетчатки и овощей, которые придят моему проблемному кишечнику. Из минусов корневоры – это однообразие, это недостаточная вкусность пищи, это диарея или запор на переходном периоде, а также появляющийся запах от тела. В общем, не забудь поставить лайк, подпишись, я тут буду делиться всем своим 14-летним опытом в плане улучшения здоровья, ясности сознания, проэмоциональную стабильность. Увидимся! Также из плюсов – я достаточно, так сказать, стройного телосложения в данный момент со всеми своими экспериментами, голодалками. И мне кажется, что на корневоре я чуть-чуть так подкабанил, моя композиция тела стала более такой рельефной, несмотря на то, что многие на корневоре радикально просто худеют, там, на сотку, на 50. И вот несмотря на то, что нет углеводов, мне кажется, я чуть-чуть так поднабрал, чуть-чуть стал более похожим на оранго-танго. Что касается научных исследований по поводу этой диеты, их как таковых нету. Есть только вот эти вот отзывы, комментарии, истории людей в интернете. Также неким таким, можно сказать, предрассудком перехода на эту диету было то, что, во-первых, что будет с анализами, питаясь только животным белком, то есть как поведут себя почки, не охереют ли они. И вообще, если питаться красным мясом, только вот как пишут в исследованиях, это риск сердечно-сосудистых заболеваний. Честно, я не знаю, это может показать только долгосрочная перспектива, надо сдавать анализы. Ну, если посмотреть вот на этих корневоров, которые там по 3-5 лет сидят, американских вот этих ребят, вроде они не сдохли, тоже говорят на эту тему, сдают анализы. И этот процесс еще впереди для обсуждения. Буду ли я сидеть дальше на этой диете? И ответ – да, не знаю, насколько радикально, но мне интересен эффект, я вижу в ней потенциал. Возможно, я буду что-то добавлять, что-то убавлять, как-то экспериментировать, оптимизировать ее, но я бы хотел посмотреть на нее в долгосрочной перспективе на мой организм, и как раз смогу сдать анализы, посмотреть, что происходит с телом. Потому что я вижу несколько ощутимых плюсов для своего тела благодаря такому типу питания. Например, мне нравится стабильность уровня моей энергии, мне нравится отсутствие пережоров, зажоров, мне нравится, что у меня нет спадов после еды, спадов в энергии, когда поешь и хочется поспать. Я вообще считаю, что если ты поел, тебе хочется полежать, поспать, зачилить, это значит, либо ты переел, либо ты съел какое-то неправильное сочетание продуктов, или у тебя есть на что-то непереносимость. Короче, твой организм, вместо того, чтобы заправиться, зарядиться, он просто вот отравился, грубо говоря, потому что пища это все-таки источник топлива, это не источник кайфа.